Уважаемые дамы и господа, сегодня мы с вами находимся на закрытом показе Ferretti Group в яхт-клубе Монако, где только что была представлена Ferretti 720. Небывалый интерес, все хотят посмотреть на нее, но мы сделаем это с вами первое. По телескопическому трапу с тиковой отделкой мы поднимаемся на борт Ferretti 720 и оказываемся в просторном кокпите, который рассчитан на отдых 8 человек. Из кокпита, через раздвижную дверь, которая за счет интересной трехстворчатой конструкции механизма полностью скрывается в правой части корпуса, мы попадаем в главный салон Ferretti 720. С левой стороны достаточно места для установки S-образного дивана, а с правой расположены софа и телевизор с механизмом подъема. Мы прошли в середину салона, где оборудована обеденная зона, кожаные кресла, стеклянный стол, низко стоящая мебель и широченные окна. Обед за этим столом можно сравнить с походом в взысканный ресторан. Прямо за обеденной зоной оборудована кухня с отдельным проходом на боковую палубу. На кухне установлена индукционная варочная панель Siemens, духовой шкаф Siemens, ящик для хранения столовых приборов Ferretti, посудомоечная машина Siemens, скрытая раковина с подсветкой и, конечно же, встроенный холодильник. Отделочные материалы на кухне выполнены на высочайшем уровне, их приятно трогать. В дополнение к широкой столешнице с подсветкой через зловое стекло у нас открывается прекрасный вид на море. На главном посту четыре огромных монитора, дублирующие информацию друг друга. Сюда можно вывести любые показатели. Скорость, компас, телеметрия двигателей, карт-плоттер, радар, дроссель мотора, счетчики цепи, подрульки, дворники и кнопки аварийной остановки двигателей. По правую руку ниже дублируются аналоговые предупредительные сигналы. По деревянной лестнице со специальной нескользящей поверхностью мы спустились в коридор на нижней палубе. Кстати, над нами до сих пор голубое небо из-за ответа концепции строения лестницы. Мы спустились в мастер-каюту, которая раскинулась во всю ширину корпуса. Отдельная гардеробная комната. Отдельная ванная комната. Широченное остекление. Кровать мастер-каюте с кожаной отделкой и специально приподнятая над полом, чтобы не удариться пальцами ноги. Также имеет закругление по бокам. Высота потолков во всех каютах мастер, вип и гостевых 2 метра 5 сантиметров. Мне есть комфортно, хотя мой рост 1,93. Вип-каюте, конечно же, отдельная ванная комната. Широкая кровать и большие окна. В гостевой каюте по левому борту без проблем уменьшаются два взрослых человека. Здесь потолки даже немного выше, чем в остальных каютах за счет низкорасположенного пола. Кстати, именно в этой каюте окна расположены максимально близко к морю. Здесь волна накрывает почти полностью весь обзор. Стабильность яхты поддерживает гироскопический стабилетор качки Сикипер. Flybridge Ferretti 720 – это не только 31 квадратный метр свежего морского воздуха, но и логическое использование пространства. В передней части оборудованы ложа для загара и второй пост управления, который оснащен двумя 12-дюймовыми мониторами с полным функционалом главного поста. В средней части установлен барный модуль с грилем, а в задней – отдельное место для шезлонгов или пуфов с чайным столиком. Носовая часть 720 – это отдельное произведение эргономического искусства. Лежаки трансформируются в полноценную обеденную зону, а в вечернее время выдвигающиеся лет лампы добавят уюта своим теплым светом. Спасибо, что посмотрели наш обзор. Ждем вас на новой 720 в наших яхт-клубах сети Бревесник Групп. До новых встреч на нашем YouTube-канале.